Безопасные условия труда, достойная заработная плата и соблюдение гражданских прав. Эти вопросы всегда были в центре внимания профсоюза. Но сегодня они приобрели особую актуальность. Школа профсоюзного лидера при Республиканском комитете профсоюза работников здравоохранения продолжает обучение председателей первичных организаций. Стартовал третий блок. Уже 40 человек ознакомились с основами программы. Подробности у Натальи Ханбабаевой. Современный председатель профсоюза должен обладать как набором лидерских качеств, так и быть компетентным в правовой и финансовой сфере. Специалисты ДАК профздрава подготовили обучающие программы для лидеров. Здесь затронуты вопросы защиты социально-экономических прав медработников, особенности проведения специальной оценки условий труда и организации санитарно-курортного лечения. Конечно, это очень полезно, я скажу, хотя я очень много лет возглавляю первичную профсоюзную организацию, я сегодня очень много получил в новом плане знаний. Было все доступно объяснено, на вопросы мы получили ответы. С чего начать и как правильно расставить приоритеты в работе комитета? Школа профсоюзного лидера уделяет особое внимание новичкам. Большинство из них раньше занимались общественной работой, но с тонкостями профсоюзной деятельности не знакомы. А с учетом распространения коронавируса ответственность за медработников выросла в разы. Сегодня, в период разрастающейся опасности пандемии, усиления распространения коронавирусной инфекции, мы просто обязаны создать достойные условия труда для медицинских работников и обеспечить их справедливой заработной платой. Уже 40 председателей из разных городов и районов республики прошли обучение в школе профсоюзного лидера. Профлидеров знакомят с социальными программами, которые реализуют РИСКОМ. Их 11, и все они направлены на поддержку медработников в различных ситуациях. По мере моей работы было очень много вопросов, очень много новых сотрудников, которые вообще впервые столкнулись с профсоюзами. Естественно, они обращались ко мне, у меня у самой возникали в голове вопросы, что и да как. И, конечно же, благодаря таким занятиям, которые сегодня проводилось, очень многое для меня стало уже ясно. По окончанию образовательной программы все участники получили комплект методических пособий и документов, который станет настольным руководством и поможет в оформлении отчётов. Наталья Ханбабаева, Мурат Бикбарзов, Новости ННТ, Махачкала. Продолжение следует... Продолжение следует...